Здравствуйте. Мы сегодня собрались поговорить на такую очень жёсткую тему. Экстремизм называется эта тема. И у нас в гостях кандидат психологических наук Денис Геннадьевич Тавыдов. Под каким же мы углом зрения будем смотреть на экстремизм? Насколько я понимаю, экстрим бывает разный. Есть экстремалы. Они не экстремисты? Нет. Экстремалы не экстремисты. Руки-ноги ломают, шеи сворачивают, они не экстремисты. Здесь очень много понятий крутится вокруг этого слова. Да, наверное, я бы удивился бы сам и удивил бы вас, если бы сказал, что есть чёткое определение, и все это однозначно понимают. Конечно же, нет. И здесь есть, конечно, такая проблема в плане профилактики, а не совсем понимаешь, чем имеешь дело. То есть, как юридические термины эти ещё должны исходить? Оно же первоначально из какой-то политологии в наш дискурс возникло относительно недавно. Понятие было давно, относительно какой-то идеологической, политической сферы. Ну вот, заговорили об экстремизме-то, наверное, во вторая половина 20-го века, а начало 2000-х годов в России проблема стала жёстче. Вот этот экстремизм выплеснулся на улицы наших городов, и уже возникла необходимость законодательного какого-то защиты от этого явления. Поэтому, если отмести все разнообразные формы необычного, экстремального, может, даже девиантного где-то поведения, то мы под экстремизмом чаще всего понимаем какой-то особый вид поведения, связанный, может, с какой-то идеологией, но всё-таки это поведение, направленное на, связанное с враждой, с какими-то деструктивными отношениями в социуме. Я бы, в общем, в виде так определил. Я скажу, что очень мне кажется точнее, когда зарубежные коллеги чётче говорят о насильственном экстремизме. Вот я бы так определил. Насильственный экстремизм, а есть ненасильственный экстремизм? Ну, например, когда кто-то отказывается соблюдать какие-то нормы поведения, например, ходит раздетым в общественных местах. Он, конечно, тоже, это проблема, тоже, возможно, необходимо какие-то меры принимать, но это немножко не того рода экстремизм, который требует, может быть, жёсткого реагирования. Ну, когда-то я вот ещё, наверное, на моей ранней-ранней памяти нам рассказывали, как в Англии, значит, полицейские преследовали девушек в мини-юбках. А у нас, да, со стелягами боролись, брюки в дудочку. До войны и Соединённые Штаты Америки, там есть хорошие фотографии, когда полицейские измеряют длину юбки девушки на пляже, то есть, какая там должна была быть размер. Есть примеры, когда в начале 20-го же ещё века женщины в тюремное заключение помещали за, например, обтягивающий купальник на пляже. Ну, то, что мы сегодня наблюдаем на любом пляже, лет сто назад было бы экстремизмом в плане поведения. Но я повторю, что это нас меньше интересует. Я бы, наверное, вот если как бы... Да, вот если пример политический экстремизм, это весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Да, да, вот, к какой-то степени, да, тоже экстремизм. И там, собственно говоря, даже в рамках той идеологии, там, коммунистической были группы разной экстремальности. Ну, скажем так, социалистической идеологии. Вот были, так сказать, социалисты, которые сейчас у вас в европейских странах. Да, социалисты. Были разные экстремальности, были эсеры, были большевики, и были ещё, скажем так, более крайние группы. И в Европе были христианские социалисты, а были вот социал, как это, национал-социалистическая рабочая партия Германии. Ну, сегодня, когда мы говорим об экстремизме, весь мир тревожит, в принципе, две таких очень мощных тенденции. Это то, что россияне, к сожалению, достаточно хорошо изучили в начале 90-х годов. Это различного рода неформальные молодёжные движения, банды, их называли скинхедами, прежде всего, неонацисты. И второе, с которым больше сталкиваются пока, может быть, и зарубежные коллеги наши, это исламский экстремизм. Это Англия, Германия, Франция, Италия. Да у нас тоже, если помните, взрывы были в жилых домах в Москве. Да, да, да. Тоже вроде как это всё оттуда шло. Нет, я не хочу сказать, что мы вообще вне этой рамки, ну, скажем так, в плане какой-то работы, разговора, по крайней мере, про экстремизм, вот то, что были взрывы, чаще связывалось с понятием терроризм. Это проявление экстремизма, наверное, всё-таки, нет? Да, да, очень хорошо, вот вы верно заметили. Это какое-то крайнее... Как раз насильственного экстремизма. Крайнее выражение. И просто там прошлись, не так, не так. Это специфическая форма, да. Причём, вот если, может быть, одна из таких вещей, к которой мы пришли, вот работая над проблемой экстремизма, что вот очень часто те, кто завершают терроризм, они начинают с экстремизма. С бытового такого, знаете, с маленьких групп, там, в подъезде, в дворе, в школе, вот какие-то такие небольшие группы, которые собираются, поют песенки, значит, носят какую-то атрибутику. Потом они... Часть из них, наиболее, может быть, активных, таких пассионарных, она требует действия, какого-то выхода, они начинают бить стё, избивать кого-то, ловить. Их начинают гонять правоохранительные органы, да. И здесь происходит первая метаморфоза такая очень интересная. Она происходит таким образом. Ага, мы тут вроде как бы защищаем какой-то наш русский мир, славянский мир, исламский мир. А нас гоняют эти правоохранители, значит, они заодно с ними. И вот первая метаморфоза насилия начинает уже перекидываться на представителей власти. И люди там кидают в полицейские участки бутылки. Ну, есть примеры, я не хочу их сейчас называть. Вот. А потом наступает третья фаза. Конечно, слава богу, недалеко не каждый до неё доходит, но многие проходят. Она выглядит так, когда вот эти единичные акции действия не привносят такого заметного действия, ну, перевернули какую-то машину, ну, разбили стекло где-то там в кабинете участкового. Вот. Значит, результат-то никакого, ничего не меняет, собственно говоря. Кого-то поймали, кого-то посадили. Вот. Следующий этап, и он, к сожалению, очень такой трагический. Ага, значит, мы тут что-то пытаемся, а народ нас не поддерживает, значит, нам надо дестабилизировать ситуацию, раскачать народ. И вот это вот, а как её раскачать? А вот террором. И вот эти взрывы в Питере, в Макдональдсе, это вот как раз делали такие молодые негодяи, которые дошли до этого момента. До этого. Вот они шли от этих маленьких дворовых банк подростковых до вот этого терроризма. Когда это были в Питере, в Макдональдсе? Ну, наверное, лет 10 назад уже там были взрывы. Причём это были как раз не экстремистские экстремисты, это были, скажем так, те экстремисты, которые выросли у нас здесь рука об руку. И они были обычными дворовыми ребятами. Я, может быть, упустил ещё один очень интересный такой этапчик этого экстремистского становления на уровне дворового. Это так называемый футбольный хулиганизм. Хулиганы они так себя и называют, футбольные. Ну, есть там разные названия. Такие крайние фанаты. И их от обычных фанатов отличает, что они ездят собственно не на футбольные матчи, а они... Подраться. С радостью пропустят футбольный матч, если повернётся хорошая потасовка. То есть, этот, наоборот, даже не дошёл до стадиона, он три раза подрался, попал на конец какой-то там... День прошёл не зря. Да, день пошёл не зря. И вот на этом, кстати, примере футбольных хулиганов очень хорошо заметна слабость такой официальной, педагогической, что ли, позиции, связанной с тем, что экстремизм вызывается плохой идеологией. Вот они начитались книжек, а если мы эти книжки заблокируем везде в интернете, и там сожжём, и в магазинах не будет, то они не усвоят идею экстремизма, они не будут экстремистами. Вот поймите, что никакой идеологии серьёзной более-менее у футбольных фанатов, там, ну, у одного шарфика красного цвета, у другого, значит, там, какого-то полосатого, ну, это же не причина бить другого человека. И они очень спокойно и без всякой идеологии дерутся и воюют, и десятилетиями продолжается эта вражда. Другое дело, что есть части людей, которые быстро понимают, что этой идеологии не хватает, вот должно что-то, чтобы объясняло поведение. То есть не идеология паровоз, которая тянет поведение, а поведение нуждается в объяснении. И тогда удобно найти какую-то, ну, например, идею, там, какого-то славянского мира, или идею расовой чистоты, или идею какой-то религии. Вот тогда уже, то есть, на мой взгляд, идеология это вагончик, который следует за вот этой вот активностью, за... Это вагон, который паровоз толкает спереди себя. А паровоз – это не идеология. Паровоз – это что-то другое. А что же это заставляет? Просто вот, ну, скучно жить человеку без цели, без борьбы, без, вот, как говорят, пассионарности. Есть хорошая концепция Мартина Цукермана – теория поиска ощущений. То есть, в общем-то, человек стремится поддерживать уровень такой возбуждения нервной системы, вот, на уровне среднего или чуть выше среднего. Человеку становится скучно, он может посмотреть какой-то возбуждающий фильм «Боевичок», там, да, или, если этого не хватает, то заняться экстремальным видом спорта. А если этого нет, то он может разбить лампочку в подъезде или, там, значит, поджечь чего-то, и это вызывает ощущения. Вот, в общем-то говоря, и это может быть очень как-то просто объясняется, но на самом деле, вот, это один из базовых механизмов. Ну, это, в общем-то, недостаток воспитания, то есть, в воспитании не был предусмотрен вот этот вот клапан предохранительный, чтобы как-то каким-то безопасным образом выпустить лишнюю порту. И это и воспитание, это и социальная среда. То есть, давно известно всем социальным работникам, если взять, например, позакрывать все какие-то клубы молодежные, там, футбольные, спортивные сооружения, мы получим тут же всплеск насилия на улицах. То есть, здесь вот тесно взаимосвязано, причем, чем вот такие вот экстремальные и, может быть, даже спорт, связанные, ну, с элементами, знаете, такого, игры, что ли, наносили, от хоккей, футбол, да, там, противоборство такое, они сжигают этот экстремизм очень хорошо. Я помню, была у нас такая передача «Международная панорама», как так по телевизору называлось, и вот там я фрагмент один запомнился, значит, это про Японию показывают, ну, там тогда в моде были дискотеки, это какая-то такая японская дискотека, все в наушниках, ну, вот такое, значит, один на дно танцует, под одну музыку, другой, тот же под другую музыку танцует. И вот, значит, комментируют, что, значит, вот, цитируют какого-то японского автора, что вот перед дискотеками молодежь не будет интересоваться этим самым социализмом. Ну, социализм, так, вроде, воспринималось как нечто негативное, видимо, капиталистическая Япония-то, да, понимаете, как? Вот, то есть, примерно вот то же самое вы говорите. То есть, надо какое-то отвлечение, ну, там дискотека в той передаче выглядела как нечто, ну, очень бесполезное, да, ну, и спорт, если еще к чему-то приучает, приучает заниматься, да, вот, концентрироваться, то есть, хороший спортсмен, он во многих других областях деятельности может свои качества проявить именно вот эти, которые получил, занимаясь спортом. А тут дискотека, ну, подергиваясь, подергиваясь, время прошло, социализм не стал заниматься, экстремизм не стал заниматься, все. Ну, вот, это, да, это одна из... Жвачка такая. Это одно из объяснений, оно дает, в общем-то, нам понимание, как нам бороться с экстремизмом, то есть, нам надо как можно больше вариантов, каналов предоставления этой активности. Но здесь, опять же, есть одна такая особенность возраста, вот, прежде всего, молодежного, хотя многие люди сохраняют ее на долгие годы жизни, а тенденцию, знаете, что ли, такого не шаблонности, даже тенденцию склонности к противоборству, вот, склонности к противоречиям каким-то. Вот когда, вот есть натоптанная дорожка, есть правильное решение, а не хочется идти по ней, а хочется воевать, а хочется бороться. Вот если мы организуем... Да, они обидели чем-то человека, вот у него такой вот, как это называется, так сказать, фрустрация, что ли? Да, совершенно верно. Это тоже, это как бы немножко, вот, еще одно объяснение экстремизма, связанное, вот первое, все-таки, она, вот есть тенденции, человеку надо бороться. То есть, если мы ему очень простой способ реализации активности предоставим, ему не будет этого хватать. Тут просто, говорит, бегай по дорожке себе и трать себе свою энергию. Не-не-не, ему это какое-то противоборство. И поэтому, когда мы боремся, вот помните, когда боролись со всякими неформалами, то он носит там волосы какого-то цвета, надо... Да пусть он носит там. Нет, мы его должны как бы и осуждать, может быть, пусть он борется с этим, ну, ради бога, пусть в такую вот форму выливается в энергию. То есть, здесь общество должно предусмотреть какую-то вариативность, такую допустимость, там, значит, бейс-налос, там, как пел Макаревич, ты можешь ходить как в запущенный сад, а можешь все наголо сбрить. Вот, ну, ради бога, там, то есть, так или так, там, музыку слушать, каким видом спортом заниматься, да, то есть, ради бога. А вот то, что вы упомянули, связанное с фрустрацией, другая проблема, она вообще касается широкого класса агрессии, когда причина агрессии называется фрустрация. Вот ощущение или переживание лишенности чего-либо, да, вот каких-то там ущемлений. Ну, опять же, тот же Петерин Сорокин, которого мы часто вспоминаем, у него есть работа такая, голод как фактор русской революции. Ну, мы вспоминали, что это очень близко к экстремизму понять, это вот по нему фрустрация пищевая, отсутствие пищи приводит к насилию. Вот есть такая гипотеза о том, что наша урбанистическая среда, микрорайоны, многоэтажные, вот так и дозвраты, они толкают человека к агрессивности. Ну, метро московское, да, там, пройдешь час-пик, ты выходишь из него с изрядным зарядом вот этой фрустрации, которая легко перерастает в стычки, конфликты на работе, агрессию домашнюю, вот, а если это недостаточно, то вот она может идти в рамки каких-то движений уже экстремистских. Вот поэтому урбанистическая среда тоже может приводить к этому. А вот все, что вы рассказывали, это касается в основном молодежи, молодых людей, вот так вот, ну, так сказать, элементы глупого поведения, в общем-то говоря, вы рассказывали. Ну, вот, типа, так сказать, футбольные фанаты, да? Какая разница, какого цвета шарфика, что это придает такое большое значение? Большинство людей, даже вот и футбольных фанатов, и экстремистов молодежных, они так или иначе завершают свою карьеру экстремизма в определенный момент, и часто это связано, опять, с обретением семьи, с рождением детей. Энергия уходит в другое русло, попросту говоря. Встает задача, там, кормить семью, растить детей, и они могут еще, там, надеть шарфик и пойти на стадион, но уже ехать куда-то далеко, чтобы подраться, там, они, скорее всего, не будут. Но ведь огромное количество людей, которые по жизни неустроенными себя чувствуют. Вот то, что в политологии, в социальной, в социологии называется маргинальными людьми, а людьми, которые не нашли своего места в жизни, и они готовы, они с удовольствием едут в горячие точки, вот, причем по какую бы сторону, ну, как судьба распорядится, там, где есть знакомые, где есть опыт, где какая-то там идеология предыдущая, они могут оказаться по разные стороны. Вот, ну, мы знаем о горячих точках и на Украине, и то, что сейчас... В Сирии. Да, в Сирии. На Ближнем Востоке. Вот, и поэтому, вот это вот может толкать людей, вот, вот, эту неустроенность. Поэтому этот импульс экстремизма, он может, конечно, продолжать протягиваться через жизнь человека, если... Ну, вот, говорят, что вот некоторые люди, вот, там, в Западе, которые ударились в этот экстремизм, чем экстремизм насильственного толка, типа совершать теракты, ну, то есть их личности привлекли естественное внимание, и общественности, и, как это, людей, которые изучают преступность, ну, так как они, в общем-то, были достаточно адаптированы в том мире, вот такой вот неустроенности резкой у них вроде бы не было, чтобы вот брать рюкзак взрывчаткой и идти взрываться в лондонском автобусе. Речь не идет только о каком-то там материально, может, даже где-то социальной такой адаптированности, ведь первое время, вот, в 90-х годах у нас была гипотеза о том, что экстремизм – это явление окраинных районов, таких рабочих, вот, ничего, когда стали отлавливать, оказалось, студенты престижных московских вузов и семей, там, иногда очень обеспеченных, образованных зачастую, то есть есть энергия, это, как бы, вот, присуще всем слоям, да, и на население, и на любой, человек любого социального уровня может почувствовать себя неадаптированным. Ну, хоть эту болезнь нельзя вылечить социальную? Нет, мы же изучили. Возможно, будут люди, которые, ну, недовольны своей жизнью. Их число-то можно как-то уменьшить, во-первых. Во-вторых, давать как можно больше вот этих вот выходов для этой энергии. Потом совершенно, на самом деле, справедливо говорить и о, так называемом, силовом пути, ну, то есть, то, что делают. И, кстати, у нас в России, я бы сказал, это очень успешный смысл. В смысле преследования? Да, да, да. Ну, оно как, не обязательно там всех в тюрьму сажать, но, знаете, даже внимание стороны правоохранительных органов так, стоп-стоп-стоп, а мы тебя видим, вот, понимаете? Ну, побеседовали, ты пришел, ты стоишь у нас на учете, на некотором таком учете. Вызвать на беседу. Да, да, да. Вот, ну, на Западе так и называют, силовой, да, способ. То есть, такой, когда правоохранительные органы участвуют. Вот, я бы сказал, что мы разобрались с этой проблемой очень эффективно, на самом деле. Государство ответило очень, ну, не сказать, что быстро, но оно ответило и ответило эффективно. В итоге получилось, мы как бы очистили пространство, но мусор этот отчасти замели под ковер. То есть, он там у нас где-то придавлен, вот, но он дремлет. И он дремлет и в наших школах, и в наших учебниках, и вот этот экстремизм тоже. В учебниках? Да, я сейчас объясню, может быть, и на наших телеканалах. Вот, есть еще один фактор экстремизма, и почему разные страны здорово различаются по величине этого экстремизма. Есть еще такое понятие, как культура насилия. То есть, ценность этого насилия. Вот, мы все с удовольствием смотрим фильм про мушкетеров. Раз-раз, там, значит, платочек упал, наступил, да, там, оба, дуэль. А если так подумать, за что людей вызывали дуэль? Вот это вот, когда любая обида, лучший способ смыть ее кровью, это вот идеал культурного насилия. Франция была опустошена. Пушкин. Ну, вот, величайший Лермонтов, да. Вот Сицилия, южный штат США, там, вот, вражда между фермерами в литературе не раз описанная. Вот, ну, очень кровная месть, да, на Кавказе, все элементы культуры насилия. Ну, так она и в нормальной среде у нас распространена. Любая женщина мечтает о том, о чем она. Чтобы рядом с ней был красивый мужчина, который, если кто-то ее оскорбит, он развернулся, двинул морду, там, какой мужчина. Ну, хочет ли любая женщина в какой-то момент потерять своего мужа или сына? А мы знаем, что Россия экстралигирует по числу гибели среди молодежи. Мы занимаем первое место среди многих 35 стран, где такая статистика ведется, там, развитых. И это, как правило, тупые, абсолютно глупые смерти. Когда шел после кино, кто-то плюнул, значит, попал рядом, ты чего, да, ты чего, там, значит, вытащил из кармана нож и ударил. Или, там, кинул камень и попал. Вот, когда читаешь приговоры, то это абсолютно глупая смерть. А это вот культура насилия. И она вот когда у нас... Она где воспитывается, на самом деле? Она воспитывается в кино. И это одна из гигантских проблем. Мы ее вот так вот быстро не решим, на самом деле. Но есть замечательные исследования, которые показывают, что даже в лексике педагогов и школьных, и университетских очень много элементов лексики насильственной. Ну да, это один из столпов, вообще-то, сюжетов литературных и киносюжетов. Любовь и насильственной. Даже если мы возьмем битвы за урожай, там, стратегическое планирование, у нас очень много военной лексики. Да. Мы говорим, придавить этот экстремизм, понимаете, когда такой призыв, он ничего хорошего не сделает. Вот это... А где вы изучаете экстремизм? На какой, так сказать, платформе? Ну, мы выполняли исследования московской молодежи, опрашивали экспертов, анализировали тексты экстремистские. Ну, у нас такая достаточно многочисленная выборка. Очень много зарубежных исследований смотрели, как коллеги за рубежом его понимают. Ну, как динамика-то вот у нас в стране этого процесса? Как угасает или нарастает? Ощущения нет этого, нет информации. Мы задали этот вопрос экспертам, правоохранительным, педагогам, которые в специализированных организациях работают. И мнения разделились. Люди как-то по-разному чувствуют это. То есть, такой вот статистики нет. Вот статистика, ну, как опять, количество скинхедов в Москве, да, варьирует там от 200 человек, там, до 80 тысяч, там, ну, по-разному. Нет, нет, никто никак их посчитает. Да, но погрешность оценок слишком большая. А потом они варьируют. Вот, допустим, когда они маршировали тут колоннами, это одно было, да, сейчас их стали прижимать, не значит, что их не стало, да, но они шифруются там. Мы проводили с педагогами такой круглый стол, с феминар, с московскими педагогами, чтобы научить их определять. Ну, есть какая-то символика такая, которая, ну, идет человек, у него там на майке число нарисовано, две цифры нарисованы, да. Ну, это маленький сигнал. Вот, есть какие-то такие признаки в лексике, да, в разговоре вот этих подростков, которые могут насторожить, по крайней мере. То есть, ну, в общем-то, в этом направлении можно работать, можно учить людей распознавать вот эту угрозу экстремистику. Ну, понятно, нужная работа. Время у нас закончилось. Спасибо большое. Ну, вот и публике наше спасибо за внимание. Это такой очень серьезной теме, которая вот не провоцирует шутки, честно говоря. Удачи вам, всех благ.